О результатах визита в Узбекистан и достигнутых договоренностях глава Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакробарти рассказал журналистам в ходе совместной пресс-конференции с первым заместителем председателя Верхней Палаты Парламента Узбекистана Садыком Сафоевым. Слуган пресс-конференции «Узбекистан – Европейский банк реконструкции и развития. Новое начало». Еще до старта самой беседы задал ее направление. На то, что новый виток сотрудничества должен стать более чем успешным, возлагает надежды как правительство страны, так и акционеры банка, единогласно поддержавшие решение возобновления отношений с Узбекистаном. «Я считаю, что сотрудничество нужно развивать, и мы в этом очень заинтересованы. Мы видим в вашей стране перспективу в сфере частного бизнеса и предпринимательства, агропромышленной и транспортной сфере, развитии инфраструктуры. В Узбекистане прослеживается благоприятный инвестиционный климат. В развитии его мы также хотели бы принять участие». После проведения переговоров стороны договорились сотрудничать по шести направлениям. Первым предполагается выделение кредитной линии нескольким коммерческим банкам Узбекистана для дальнейшего финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, банк будет содействовать рыночным процессам в Узбекистане – реформам банковской финансовой системы. «Президент Узбекистана Шалкат Мированович Грузияев практически сразу же после избрания в качестве президента инициировал и лично вёл процесс возобновления отношений с Европейским банком. И всего за несколько месяцев, благодаря совместной работе с замечательной командой Европейского банка узбекских наших специалистов, были сформулированы два очень важного документа. И уже сегодня в марте мы имеем, можно сказать, формально институционализированную и документально подтверждённую двумя важными документами правовую основу для нового начала отношений между Республикой Узбекистан и Европейским банком и государственным развитием, чем я хочу поздравить и узбекскую сторону, и Европейский банк.